Здравствуйте! В эфире программа юристы для жизни и я Ирина Кулик. Тема нашей передачи какие квартиры нельзя покупать в 2023 году. Сегодня рассмотрим самые опасные варианты квартир, которые присутствуют в настоящее время на рынке недвижимости. Если вам встретилось предложение покупки, описанное в передаче, то следует сразу отказаться от сделки купли-продажи. 1. Продажа по доверенности. Еще недавно можно было сказать, что следует категорически отказаться от любой сделки покупки жилья по доверенности. Но, увы, на сегодняшний день большая доля рынка фактически продается по доверенности. В 2022 году примерно 50% сделок продажи квартир на вторичном рынке по стране совершалось с помощью нотариальной доверенности, как указывает газета «Коммерсант», опираясь на аналитику инвестиционной компании «Флип». Поэтому, если не рассматривать покупку с использованием доверенности продавцом, то предложения существенно ограничиваются. Итак, вы выбрали квартиру, которая продается по доверенности. На что надо обратить внимание при изучении доверенности? Первое. Когда выдана доверенность? Если доверенность выдана достаточно давно, например, 2-3 года назад, это должно вас сильно насторожить, так как по такому документу очень рискованно совершать сделку. Длительный срок выдачи может говорить о том, что, может быть, собственника уже нет в живых, либо он находится в больнице в тяжелом состоянии, и у него в данный момент нет воли изъявления на продажу недвижимости. В таких случаях надо получить подтверждение от собственника, что полномочия доверенного лица по-прежнему актуальны, что его устраивает цена и так далее. Поэтому рекомендуется с такими доверенностями не связываться. Второе. Кем выдан документ? Если доверенность выдана не российским нотариусом и не в консульстве Российской Федерации за рубежом, то с такими доверенностями покупать квартиру нельзя. Третье. На кого выдана доверенность? Если доверенным лицом продавца является близкий родственник, родители, дети, братья, сестры и так далее, это нормальная жизненная ситуация. Если же доверенность выдана на постороннего человека, то тут надо уже внимательно изучить полномочия. Четвертое. Какие полномочия прописаны в документе? Если документ выдан с полномочиями получения денег доверенным лицом, при продаже нет никакой гарантии, что деньги дойдут до собственника. Поэтому однозначно нужно отказаться от такой сделки. Если же в доверенности прописаны полномочия за подписание договора и сдачу его на регистрацию в Российской Федерации без права получения денег, здесь уже возможны варианты. В данном случае сделку надо проводить таким образом, чтобы деньги поступили непосредственно на счет продавца безналичным путем. В этом случае продавец обезопасит себя на этой стадии оформления договора купли-продажи квартиры. Нужно учитывать, что речь идет именно о проведении сделки по доверенности, а проверка юридической чистоты объекта – это уже немного другая сторона данной процедуры. Следующий тип квартир, которые нельзя покупать ни в коем случае, это квартиры с правами третьих лиц. Первое – это пенсионеры и отказники от приватизации. Если в квартире зарегистрированы какие-либо граждане, то их выписать достаточно трудно, особенно если речь идет о гражданах пенсионного возраста или о жильцах, которые отказались от участия в приватизации. Отказавшийся от участия в приватизации человек имеет право пользования квартирой, которая в силу требований части 4 статьи 31 ЖК РФ сохраняется за ним бессрочно. Кроме того, такого гражданина нельзя выселить поисковому заявлению нового собственника квартиры в случае ее продажи. Второе – уехавшие за рубеж. Также именно в 2023 году появляются такие квартиры, где есть зарегистрированный человек, уехавший за рубеж и не успевший с сеанса с регистрационного учета. Продавец в обмен на данный недостаток жилья может предложить скидку покупателю и указать, что прописанного человека можно снять с регистрационного учета по суду. Действительно, в большинстве случаев выписать такое лицо в судебном порядке можно, но в некоторых случаях это будет сделать весьма затруднительно. Поэтому, если квартира продается с правами третьих лиц, обязательно ставьте условия, чтобы на момент заключения сделки все зарегистрированные лица были сняты с регистрационного учета. Если человек находится за рубежом, существует определенная процедура снятия его с учета через консульство Российской Федерации. Третье. Выписанные ранее принудительно. Также нужно понимать, что помимо тех граждан, кто прописан в квартире непосредственно в данный момент, право пользования могут быть у лиц, которые были выписаны ранее принудительно. В места лишения свободы, в места принудительного лечения такие лица, как правило, имеют право вернуться туда, где они проживали раньше. Поэтому нужно изучать все архивы и историю квартиры, чтобы удостовериться, что в данной квартире таких лиц нет. Иначе через несколько месяцев после покупки квартиры вы можете быть неприятно удивлены, когда из мест лишения свободы вернется на проживание человек, заявив, что он имеет на это право по закону, и вам нечего будет ему возразить. В отдельную категорию опасных сделок можно выделить сделки с продавцами, возраст которых более 70 лет. Крупнейшие страховые компании отказываются страховать иски по квартирам, где единственным собственником является продавец и возраст его более 70 лет. Если продавец пожилого возраста, но если человек может присутствовать на сделке, то нужно проводить медицинское свидетельствование в день совершения сделки, что человек находится в здравом уме и памяти и отдает отчет своим действиям. Такая гарантия безопасности делается для того, чтобы получить гарантии на будущее для себя от последующего возможного оспаривания сделки. Например, родственниками этого пожилого продавца. Если же возрастной собственник не может присутствовать на сделке, находится в другом городе или за границей, и сделка проходит по доверенности, то от подобной сделки следует отказаться в категорической форме. Вы должны понимать, что если вы не присутствуете на медицинском освидетельствовании, например, сделка совершается в Москве, а собственник живет в Тюмени, и у вас нет возможности туда полететь, то у вас не будет никаких гарантий, что медицинская процедура будет произведена в полном объеме и в соответствии с законом. Оспаривание границ земельного участка, узаконивание пристроек, признание права собственности, приватизация земельного участка, аренда земельных участков у администрации. Проведем консультацию, составим исковое заявление, защитим в суде. Альтернатива. Звание 322-22-14. Частая смена собственников – это следующий тип квартир, от которых надо отказываться в любом случае. Если в результате проверки выясняется, что буквально полгода-год назад происходила частая смена собственников, то есть несколько сделок подряд, то такое жилье покупать нельзя. Кроме того, нужно обращать внимание, если прописанные в квартире прежние собственники были выписаны не самостоятельно, а через суд. В такую ситуацию нужно вникать. Продавец не выписывается самостоятельно в одном случае, если покупатель с ним не расплатился. В данном случае может иметь место какое-то принуждение. В результате прежнего собственника сняли с регистрационного учета в судебном порядке. Есть вероятность, что по такой квартире еще будут последующие судебные споры, поэтому следует отказаться от ее приобретения. Также, если продавец квартиры является гражданином другого государства, то при покупке недвижимости нужно быть осторожным и соблюдать требования законодательства. В настоящее время закон разделяет такие сделки на два типа. В зависимости от иностранца, является ли продавец гражданином дружественной или недружественной страны. Если продавец гражданин недружественной страны, то к нему будет максимальное внимание со стороны государственных органов. Если исходить из буквы закона, то никакой логики в такой продаже нет, так как все деньги с продажи зачисляются на специальный счет, с которого собственник снять средства фактически не сможет. Но люди пытаются найти ухищрения и обманные пути проведения сделок, чтобы обмануть государство, выполняя расчеты наличкой или через подставных лиц. Однако налоговая служба получает все необходимые сведения из банков и Росрестра для того, чтобы выявить эту незаконную сделку. Да, иностранец получил деньги и уехал, но покупатель квартиры и сама недвижимость остались в России. Именно покупатель по такой схеме будет привлечен налоговой службой к ответственности по законодательству Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 14 закона 173 ФЗ сделка купли-продажи недвижимости, заключенная между гражданином Российской Федерации и нерезидентом, по закону считается валютная операция даже в случае расчета в рублях и должна проводиться строго в безналичной форме. За нарушение этой нормы закона, к примеру, если прописать в договоре всю сумму продажи квартиры, но провести расчеты наличными через банковскую ячейку, предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% размера незаконной валютной операции. Кроме того, вторым нарушением, за которое покупатель будет привлечен к ответственности, будет покупка недвижимости без использования при расчете с нерезидентом счета типа С. Поэтому, если квартиру продает гражданин недружественной страны с использованием какой-то хитрой схемы обхода закона, то сразу разворачиваемся и уходим. Если вы покупаете квартиру у гражданина Российской Федерации, но вы видите, что ранее собственник приобрел ее у нерезидента, гражданина недружественной страны, то нужно изучить историю квартиры. Потребуйте у продавца подтверждение того, что деньги были зачислены на специальный счет С. Если вы этого не сделаете, то вы находитесь в зоне стопроцентного риска, что такую квартиру покупать нельзя. Если же продавец является иностранцем, но не является гражданином недружественной страны, то здесь существует только одно ограничение при покупке недвижимости. Нельзя выполнять расчет наличными. Нужно рассчитываться только по безналу через уполномоченные банки. При этом по договору купли-продажи безналичным путем должна быть перечислена не только стоимость квартиры по договору, но также и аванс. В этом случае никаких претензий к вам со стороны налоговой службы не возникнет и никаких штрафов платить не придется. Но стоит помнить, что недобросовестные продавцы не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы мошенничества. Но защита от любого мошенничества или недобросовестных действий любого продавца – это проведение полной проверки юридической чистоты приобретаемой недвижимости и грамотная организация проведения сделки. С квартирами на первичном рынке все гораздо проще. Главное – покупать их по договору долевого участия, который строится на положениях Федерального закона 214. Сейчас государство максимально защищает дольщиков от потери денег, введя экстрал-счета. Оттуда покупатель сможет забрать деньги, если объект недостроится с застройщиком, что-то случится и так далее. На вторичном рынке опасностей гораздо больше. Давайте разберем, какие сложности ждут покупателей вторичного жилья в 2023 году. Начну с того, что с 29 июня 2022 года Росрестер ввел безбумажный документ оборот СМФЦ, который принимает документы для регистрации перехода прав по недвижимости. Как же это выглядит на практике? Покупатели-продавец недвижимости приносят договор и сопутствующие документы в МФЦ, где эти документы сканируют и электронные версии отправляют в Росрестер. Подлинные документы хранятся в МФЦ до окончания регистрации. Затем они выдаются новому собственнику с выпиской ЕГРН, где отражена запись о переходе прав. Никаких штампов на договоре, как это было ранее, не ставится. В дальнейшем при продаже такой недвижимости потенциальному покупателю будет трудно проверить, не изменен ли текст договора с существенными условиями. Потребуется заказывать выписку о содержании проустанавливающего документа. Проверить подлинность подписи в договоре на день покупки при условии последующей подмены также предоставляется затруднителям, так как в Росрестере будут храниться только электронная версия данного документа. В такой ситуации возрастает роль нотариуса, который заверяет документ и является гарантом его подлинности. Хочу также напомнить, что с 15 июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации прав, в том числе повторных. Так что не требуйте от владельца квартиры этого документа, если он стал собственником после 15 июля 2016 года. Он сможет предъявить вам только выписку из ЕГРН. С учетом того, что большая часть сделок осуществляется с привлечением кредитных денежных средств, то есть ипотеки, большинство банков предлагают свои услуги по электронной регистрации перехода прав. Это, безусловно, удобно. Однако, нужно знать, что при такой регистрации никаких печати и штампов Росрестера, заверяющих подлинность выписки из ЕГРН, не будет. Сбербанк может поставить свою печать, если это попросит новый собственник. Остальные же банки предлагают заказать выписку в МФЦ. Электронная регистрация подразумевает, что в договоре может не быть живых подписей участников, так как формируется электронная подпись. Это особенно практикуется при региональных сделках, когда продавец и покупатель находятся в разных городах. В итоге, когда вы попросите документы на квартиру, которую хотите купить, вам могут предъявить договор купли-продажи и выписку из ЕГРН без подписей, штампов и печати. Все дело в том, что единственным доказательством наличия собственности на квартиру является электронная запись в едином государственном объезде прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Именно поэтому перед совершением сделки необходимо заказать выписку из ЕГРН, подтверждающую право на недвижимость. А вот с этим с 1 марта 2023 года будет сложнее. Ранее такую выписку мог заказать любой человек при обращении в Росреестр или МФЦ. Достаточно было предъявить только паспорт и оплатить госпошлину. С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН. Если ее заказывают третьи лица на основании федерального закона от 14 июля 2022 года, номер 266 ФЗ. О такой выписке нужно будет просить собственника недвижимости. Правда, и здесь на помощь могут прийти нотариусы. Им разрешено законом запрашивать такие выписки перед совершением нотариальной сделки. Если же вы проводите сделку в простой письменной форме, чтобы судьи признали вашу добросовестность, вы будете зависеть от продавца. За помощью в сопровождении сделки вы можете обратиться в компанию «Альтернатива». На этом все. С вами была я, Ирина Кулик. Альтернатива